здравствуйте друзья у нас сегодня вопрос об отношениях американского обывателя с соседями откуда берутся соседи живут рядом и например вот то что вы видите по правую руку вот я еду значит вы видите там людей которых близкое соседство ведь они тут балкончик балкончику стеночка к стеночке они там живут таких квартирках соответственно это один уровень соседства когда люди живут в отдельном доме это немножко другой уровень в том смысле что все-таки нет такого близко близкого тесного контакта но опять бывает что ты живешь и там до ближайшего соседа не докричишься а бывает что вот смотришь в окно и тут до него там 5-6 метров там 78 ну чем рядышком поэтому есть как бы некоторые неудобства которые соседи могут создавать друг другу что вполне понятно это может быть шум это может быть запах от допустим готовки пищи вот я помню мы жили в тоже в таком кондоминиуме то есть многоквартирный дом трехэтажный и там жила женщина я не знаю китайская вьетнамская где-то она там этажом ниже где-то так немножко левее там правее я уже не помню но она когда что-то готовила там было какое-то зашкаливаю зашкаливающее количество чеснока в ее готовке и вот хоть ты как вот спрячься чесночком припахивала то есть открыть окно было нельзя если окно откроешь то ты как будто сам там на сковородке с этим чесноком поэтому естественно чем люди ближе живут тем они там друг другу больше мешают я например помню такую историю нас был приятель смысл она есть они купили квартиру с женой в доме как бы кооператив такой кондоминиум у нас называется и вот сосед сверху что-то сильно шумел при ходьбе то есть вот они он просто идет себе там по полу а у них на потолке над шумно а ребенок маленький в общем как то так не комфортно стали разбираться выясняется что там вообще-то должен лежать карпит на полу ну то есть ней не паркетный пола карпит и это записано там во всяких уставах больше того его уже однажды там дали предписание когда-то но он как-то не выполнил и в общем какие-то шли разборки то есть что я хочу сказать что когда вы живете в квартире и в доме тоже но особенно в квартире есть всякие правила которыми все расписано вы вы не первый человек которому соседи могут чем-то докучать поэтому в общем-то все давно известно все давно расписано иногда ваши претензии могут быть ну как бы за рамками того что вам положено и это уже вопрос просто добрососедских отношений допустим до 11 можно шуметь но не так чтобы там дом трясся но шуметь можно то есть можно ставить громкую музыку может быть шумная партия какая-нибудь и так далее после 11 не положено но если у вас маленький ребенок например то вас до 11 не очень устраивает потому что у вас ребенок спит в общем то ну я не знаю те из нас как у кого маленькие дети там были помнят как как это все происходит вот поэтому вам маловато будет если там только после 11 тихо вам все-таки надо чтобы вообще тихо было и и днем и вечером и так далее поэтому вас может не устроить но вот по правилам так значит вы должны так селиться чтобы там не было шумных соседей там или или что-то в этом вы уже должны соображать на самом деле вы можете обратиться в менеджмент и они вас куда-то переселят это обычное дело то есть вы можете кто-то ребята шумноватый нельзя нас куда-нибудь снести там они как правило находят что-то чем вас потерять как жильца у них находится но опять каждый раз надо соображать что касается дома частного нам приходилось жить в разных городах в разного плана домах что я могу сказать что чем дороже вот эта местность чем дороже там дома тем больше люди изолированы друг от друга то есть они могут так издалека там выходя из машины вам помахать если они вас заметят на другой стороне они вам помашут рукой и вот на и на этом все заканчивается то есть какого-то такого взаимодействия или общения особо нет исключением будет если у вас дети ходят в школу вместе там как-то одного возраста и ходят там поиграть друг друга тоже совершенно другое дело но вот если такого нет то чисто такое ну первый раз вы когда видите человека вы там подходите и говорите привет там я вот майкл тут поселился или тот говорит я вот только приехал мы там привет привет и вот на этом собственно все и так расстались ну грубо говоря никаких отношений если место такое менее выпендрежно не то что выпендрежно и подешевле народ попроще и более душевный я бы сказал такой менее закомплексованный зажатый меньше вот беспокоиться о том что он там с кем-то вступает какой-то разговор неизвестно с кем вот мы сейчас живем с они вы или и у нас очень общительные соседи но не все вот напротив там англичанка у нас есть она очень общительная душевная женщина пенсионерка ее можно попросить вот допустим мы там уезжаем куда-то на недельку отдохнуть ее можно попросить чтобы она там допустим закатила обратно бачок с мусором вот мы его там выкатили но вот допустим во вторник собирают мусора нас нету значит она может там совершенно спокойно его закатить за забор она может бандерольку если там принесли может прибрать на на время чтобы она не валялась там под дверью и так далее то есть очень-очень душевная с другой стороны сосед у нас тоже такой пожилой был мужик очень-очень душевный общительный сейчас он там не живет его дети живут тоже нормальный принципе ребята немножко бывают пошумят там какой-то партии соберут но ничего страшного вот еще с одной стороны у нас такой китаец неразговорчивый с кипарисами красивыми он не общительный он даже телефон не дает к нему можно только емейлом в принципе когда у вас есть соседи есть такая манера с ними обменяться контактами на всякий случай бывает допустим у кого-то партии там вам чужая машина заблокировала драйввей чтобы не не звонить в полицию там были что-то вызвать и вы видите мужики там уберите машинку и такого плана то есть есть какое-то взаимодействие по общим вопросам наиболее тесное взаимодействие происходит когда нужно вместе деньги тратить например у нас есть общий забор забор в равной степени принадлежит обоим владельцам и тут может оказаться что у них как бы разное отношение к этому забору по идее допустим можно было бы скинуться и ну то есть надо было бы скинуться и вдвоем его починить или там скажем заменить но тут получается да если у вас три соседа значит у вас три забора бывает что соседи больше чем три как ни странно бывает скажем участок вытянут и у него там с какого-то боку два соседа они один ночью не в этом дело но пусть будет три три участка забора вас может быть три соседа и с каждым надо отдельно договариваться о замене того или иного фрагмента в этом заборе и может так быть что человек например пожилой и у него нет особо доходов это какая-то пенсия и он тут этот дом давным давно купил сейчас бы вот он наверное уже не смог подорожала с тех пор вот он как-то живет в таком режиме минимального расхода денег поэтому вы говорите вот давай сделаем забор там может сказать даже я не возражаю и дальше начинается сколько стоит забор вот вы хотите забор сделать там не знаю за 3000 он находит кого-то кто готов сделать за тысячу но попроще но тогда у вас на участке будут три куска забора и все три совершенно разного вида допустим вам все-таки хочется чтобы было как-то более-менее в одном стиле тогда готов пожалуйста вот скажем я там 500 долларов даю а если ты хочешь дороже знать что да сам давай ночью какие такие разговоры переговоры происходит вот тот китаец который у нас тут с кипарисами поскольку у нас сейчас строительство идет и забор там совсем уже рыхлый и мы ему говорим давай менять будем сейчас самое время и он говорит за что тут менять он говорит заборчик тогда про как огурчик тут буквально там пару дощечек подбить вы мне скажите я приду с вашей стороны сам молоточком подобью а там сгнило и значит он пришел с молоточком мы году ты видишь там а там гвоздик то не заходит потому что гнило и все и он говорит ну ладно он говорит надо какие-то доски значит совсем заменить но что интересно действительно мы когда уже пригляделись к тому что он там показывал рассказывал там действительно опоры хорошие и опоры эти мы меняли частично там было несколько плохих опор мы их заменили когда только заехали в этот дом это было два года назад поэтому сказать что на вот и прямо вот надо все обязательно именно менять он по-своему как бы даже прав вот поэтому ну можно так бюджетненько там чтобы его не напрягать а можно взять на себя конечно мы сказать ну хрен с ним там потратим лишних там несколько тысяч поэтому дело такое в основном соседи легко так сказать кооперируются хотя бывают люди не вполне адекватные вот у нас в лос-алтесе был сосед у которого вдоль забора росли кусты и кусты эти здорово так знаете перли в разные стороны причем забор то новый был мы когда его строили устроился весь дом и соответственно строился абсолютно новый забор и тот сосед заплатил за него непропорционально малую долю то есть это было не не половина от от его части забора а там не помню там треть то есть он считал что такой забор заковыристый никого не нужен в общем вот так тем более тем более кустами закрыт в общем поставили забор хороший забор был и эти кусты его валили они в какой-то момент начинается давление стороны с той стороны забор начинает значит там кривиться ну и кончилось тем что кончилось тем что в какой-то момент он упал этот забор потому что был сильный ветер эти свои какие-то были слабые в общем он упал и дальше в принципе его страховка оплатила он поскольку был сильный ветер от ветра упал забор значит страховка оплатила но тоже там мы хотели сделать получше значит надо было накинуть сверху на страховку и он опять значит там жмотился и и еще только это крикливый было что-то на крик переходил явно неадекватный такой на голову мужик но но мы больше с женой его общались потому что жена нормальная тетка была она же с ним сама как-то бывает конечно не вполне адекватные люди но но в целом в целом нормально все так что вот такие мои впечатления и там где народ еще раз там где народ попроще так подушевней там могут быть очень симпатичные места вот например у нас есть приятель он живет в такой там такой квартальчик и у них открыты гаражи и дети там там нет движения почти автомобильного там есть там 15 домов вот только если жильцы этих домов и там гаражи открыты дети на улице там носятся там родители там бабушки и дедушки сидят там на шезлонгах наблюдают за детками то есть такой абсолютно такой я сказал сельский пейзаж очень-очень милый там все ходят батагами там друг другу в гости то есть вот вот это отсюда вот где мы сейчас с вами находимся 15 минут ездить в эти тоже тоже есть и такое тоже есть такие квартальные там устраивают мероприятия вот еще раз надо чтобы кто-то был заводной там кто-то такой общественник нашелся вот и они там могут какие-то складчины устраивать партии там собираются дети там с округи и там мужики там и женщины и вот они там могут и там барбекю какой-нибудь зажарить или там что-то так потусоваться пообщаться такое тоже есть то есть почему я говорю что есть места где живут люди помоложе с детками вот они там как-то так вот селятся и там это существенный существенный процент населения вот таких там конечно совершенно другое общение и вот как бы вот вокруг песочницы то что называется да там там где люди и детки они конечно гораздо больше общаются если дети ходят в школу если они в этой школе там еще родители очень часто там волонтерят какие-то обязанности у них и так далее это совершенно другой уровень общения мы-то это все давно уже прошли поэтому я рассказываю про наш опыт как людей у которых нет завязок на соседей каких-то кроме того что просто забор общий или на одной улице вот вот собственно и все наверное а дайте еще что когда open house то есть когда дом выставлен на продажу то существенный процент людей которые приходят посмотреть на дом это соседи потому что соседям интересно вот а что за дом там вот у майкла вот майкл сделал за ремонт что там у него получилось а как у него там допустим на кухне а что у него там на бак-ярде может так вот не видно соседи очень любят ходить на open house а некоторые такие еще и на стройку любят прийти вот я помню нас дом в лос-андска достроился там было несколько соседей которые буквально вот как прорабы они там каждый день как на работу их даже никто не гонял они там ходили смотрели такие ну так мужики постарше уже пенсионного возраста в основном вот то есть народ такой более общительный вот такая такая история счастливо